начнем с традиционного вопроса как когда я почему-то пришел спидей ух ты такой хороший вопрос 16 лет сколько лет назад 10 лет назад не то что пришел позвали просто тренер стареров на мотокроссе выступал и увидел то что хороший результат позвонок попробовать спидвей потренировался понравилось мне так сразу прям сильно понравилось то что можно сказать после мотокросса прийти спидвей по кругу ездить просто как надоедало ничего такого интересного не было просто не понимал что такое вкус самой езды и все остальное обгонов там просто тогда уже начал хороший результат показывать с гонщиками хорошими выступать и там обгон и все остальное начало получаться и просто и стал больше интереснее выступал начал плюс когда зрители приходят болеют и есть как бы потенциал просто расти дальше а не остаться просто мотокроссе но расти дальше не совсем получилось потому что насколько мне известно тебе дали во владивостоке двухлетнюю дисквалификацию на тогда ты попал в даугавпиллс что там произошло и за что дисквалифицировали востоком были проблемы то что руководство менялось плюс в думе менялись там проблемы были за этого и под так получилось то что сделали команду вторую владивостоке приморье приморье и ушел туда и подписал два контракта на россии из-за этого дисквалифицировать как бы не там не дали ездить и обратно не вернулся не было обидно не было обидно то что ездил на мотокроссе помогли люди то что миша помог сергей анатольевич помог то что есть сергей петрович помог то что мотокроссе поддерживали то что и в это время на льду выступал соревнованиях ну как бы сказать не то что возрослел видеть сюда пришел молодой перспективный гонщик то что позвали просто сидели в чай пили просто вид как-то думал что я щекотчу прийти и дал готовился выступать я говорю я согласен потому что я приеду и все просто разумнились зимой я приехал и начал выступать что ты знал до этого как раз и до углубился и вообще знал что-нибудь о спидвейном клубе локомотив о нашем городе ну знал то что я приезжал сюда 2002 году на чемпионат европы был вторым здесь и ну как не должен много на то что на королев выступал приезжал к нам и в россии приезжал этот клуб выступали в русской лиги до этого гоняли и знал тоже хороший клуб тоже хороший здесь коллектив все остальное быстро влился в коллектив ну влился быстро то что были русские спортсмены власов сейф-1 здесь старший выступал и плюс механики и знал руководство и все знали не то что пришел в чужой какой-то клуб иностранный а может как русский клуб пришел выступать в польской лиге но сейчас по прошествии столько лет от можете представить жизнь без долгов полосы жизнь без долгов полосы не то что искать также можно спросить то что могу жизнь представить и без владивостока то что искать то что буду смогу жить без владивостока тоже как без долга пился ну что что как говорится где хорошо там там всегда будет хорошо ну ты сейчас наверное как-то вот медь метаешься между владивостоком и долгов полосы на это не метаюсь просто мужская для меня это как два дома как вы по владивостоку скучаю а когда владивосток приезжаю по долгов полосы скучаю то что нахожусь можно сказать полгода здесь полгода там но как ты можешь оценить свою карьеру именно в долгов полосы вот как она росла ну росла хорошо то что намного лучше чем думаю в россии бросла ну россии тоже хорошая школа то что приезжали на сборы в польшу видел как спортсмены все мировые выступают как технику готовят и все остальное как бы как этому подходит когда приехал первый раз на сборы увидел как я в спортсменках выступают гонки видео и просто после этого приехал 2003 год в россию и хороший результат показывал то что там помешало метрам получил больше полсезона я не выступал в чем секрет твоего мотоцикла ты уже смотришь на трек кажется что просто это там летишь буквально в отличие от других там гонщиков на большинства наших гонщиков думаю ничего такого нету всех там чего-то знаете то что разбирали два мотора ничего такого нет уже 438 кубиков нём то что ну как бы может быть одно целое то что с мотоциклом знаю управляю и не чувствую хорошо но также богданов хороший результат показывает и артём вот и к спорту в этом году очень хорошо тоже выступает я слушала внимательно предупреждение главного судьи ластовки евгений ластовки на чемпионате латвий он себя немножко покорил так смотри там линию не переезжай ну это что могу сказать то что линии там не было там тракторами засыпали там не было белой линии если там была бы белой линии конечно там было видно там просто был засыпано ровно и никого нет даже буртика не было это бетонного проехал близко ну думаю что не знаю даже не ходила смотрим потому что не заехал но обычно ты как-то вот в порыве такого победить выиграть но бывает одним колесом пересекаешь что ли у нее передним колесом буду пересекаешь то что мы часто пересекают но были падения неоднократные мы тоже на нашем треке были свидетелями да но как-то вот мне показалось что достаточно легко к ним относишься то есть вот помню было падение на выезде и там у тебя что-то урана серьезно бедра было как артем рассказывал крови просто очень много было от это как-то на прямом эфире надо вот коме так она что там за травма там не травма как-то действительно относишься плохо конечно это падение тушен это первое падение там встаешь к вам у шоковое состояние как бы не то что не болит это приходит что через следующий день через два-три дня это начинает очень сознаваться и болеть начинает не то что там просто упал содрался это просто внутренности отбиваясь все равно себе и чувствуется в дальнейшем бы то что в польше упал когда просто ну зацепились ему можно сказать со старта не сворачивая прямо в забор уехали двоем с кончиком встал то что готов был ехать даже допустились она пришел в бокс сырек тушен костюме какое-то пятно непонятное снял то что там была дырочка кровь кровь шла сел и все даже не поехал здесь в больницу зашили и не ехал долго ну от этого долго отходил то что швы я гонял со швами даже гонку отгонял вылетелся ну хорошо и пускай больше таких травм не будет несколько лет назад ты претендовал на латвийское гражданство тогда его почему-то даже сама не понимаю почему тебе не дали не предоставили сейчас будешь как-то биться чтобы получить гражданство я наряд ли возьму латвийское потому что мне надо будет сдать русское а если было бы то что получить два паспорта получить двойное гражданство то без проблем а если я был бы с латвийским паспортом как знаете то что в россии запретили легионеров выступать что своих спортсменов много команд мало и из-за этого и не выступал бы у себя бы дома даже на латвийский вообще учишь язык почему здесь долго пился все на русском разговаривать хотелось бы немножко поговорить с твоей личной жизнью раньше во всех программках особенно гран-при когда-то выступал была у тебя девушка виолетта я понимаю что она из владивостока сколько лет с ней встречались 7 лет а почему расстались личная жизнь личные отношения я бы не могу зачем свою личную жизнь посвящать кого-то и всех остальных заш интересует болельщиков но сейчас у тебя новая девушка как вы с ней познакомились с ней давно знакомых что долгопил сезонами знаете шпят лет выступаю уже это что я давно очень знают уже знакомы то что часто общались и ну и саму по себе просто пошло и хороший человек меня очень понимает комфортные чувствую себя и во всем просто найти полностью понимает во всем поддерживает и поднимает просто ну просто хороший человек можно сказать а свадьбы сыграть не думаешь посмотрим уже время покажет а как ты проводишь свое свободное время когда она все-таки есть за этот год я даже не знаю когда мне было свободное время всегда в дороге когда есть свободная минутка на роду приехать дома посидеть поспать отдохнуть а может быть какие-то хобби есть увлечение но скажем марки например собираешь еще что-нибудь маркина вряд ли когда свободное есть время за позанимаешь лучше также своим мотоциклом там пополировать чем поделать почистить или что-нибудь а так хобби снова мотокросс то что на мотокроссе не гоняю в сезоне сейчас сезон закончился начинает тренироваться на мотокроссе то что на следующий год готовлюсь еще и картингом наверно увлекся в швеции постоянно приезжали там прокат на весь картинг катались не так профессионально чтобы увлекся ну тоже нравится тоже большая скорость и хоть четыре колеса но все равно приятно но ты выступаешь в шведской лиге выступаешь в польской в российской лигах про английскую не думаешь нет не думаю то что там очень жесткие графики то что там подписываешь контракты ты обязан все гонки в англии ехать не между там если даже попадает если перенос какой-то на шведскую лигу то ты не ешь в швецию или даже в польшу или где-нибудь в англии должен ехать и там сильно много гонок в неделю может пять гонок даже быть но сейчас наверное самый обсуждаемый вопрос потому что конец сезона последняя лунка на этом треке поделишься своими планами на будущее может на следующий сезон пока еще не поделюсь сам еще ничего не знаю все зависит от предложений руководства локомотива если все договорил все почему здесь не остаться и также выступать но я знаю что у тебя если поступают предложение я ткс троеки команд ну не в том году поступали предложение мы видели то что остался латвий смотрим что в этом году будет желание есть остаться глаз не желания конечно lassen что давно выступая 5 лет и вы все знакомые друзья из и остальное но планируешь так обжиться здесь маяна нашей стране да то что вроде говорят что и дом строишь земля есть как бы в этом году планировал Чуть-чуть пока заморозил, можно сказать, это дело. Ну и напоследок, наверное, хотелось бы услышать твои пожелания в адрес твоих преданных фанатов, болельщиков. Что могу сказать, то же пускай, хоть даже если и поменяется, не будем выступать, но все равно так же будут следить за нами, то же и поддерживать в любых соревнованиях, в гонках, то же и болеть за нас. Субтитры сделал DimaTorzok